Привет, зрители канала Домовенок! Я Штукенция. Сегодня я вам покажу уникальный лайфхак. Как можно сделать крышку для чего угодно своими руками. Например, у вас есть дома медведь, который пьет периодически чай. И, допустим, он взял пакетик, обмакнул свой чай и думает, сохраню-ка пакетик еще раз попить через часок чай. И вот он кладет пакетик, так пакетик выдохнет, засохнет, его нельзя будет использовать. Но, смотрите, есть такая классненькая крышечка на эту чашечку, которая закрывает пакетик. И вот она выглядит, кстати, вот таким образом, как косыночка. И одевается вот так. Также сделать такую крышечку своими руками, чтобы вы могли закрывать что угодно и хранить что угодно. Многоразовую. Да, потом вы можете ее всегда снять. Вот так вот, и обраду надеть. Она у нас уже месяц, наверное. Да, она очень удобная. И она вот так вот за ручку закрывается и вообще не снимается. Очень удобно. Как я такую штуку сделала? Для этого нужен пакетик и емкость, на которой вы собираетесь делать крышку. Берем емкость, берем пакетик. А у пакетика есть вот эта внутренняя часть, которая прошита, да? Примеряем. То есть, если, конечно, просто так положить, но тоже типа крышка, но это неудобно. Видите, она такая гигантская и большая, и неудобная. Поэтому мы берем пакетик, надеваем на нашу чашечку и примеряемся по размеру. То есть, примерно размер нашей крышки должен быть вот такой. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно взять пакет и как бы отнести его вот так вот в бок. То есть, представим, что это ваша крышечка, и вы обвязали пакетиком перед, а хвостик ушел назад. Ну, то есть, вот так, короче, собрали в хвостик. Ну, я не знаю, как прическа, хвостик сделали. Посмотреть. Так, вроде бы удобно. Примерно все это так, да? Теперь берем хвостик, вот так вот, делим пополам. И делаем первый узел. Это первая часть нашей крышечки. И завязываем его чуть-чуть. Примеряемся, смотрим, что у нас с вами получилось. Примерно так. Но теперь, чтобы крышечка стала идеальной, видите, так мы полностью все завязали, ее снять невозможно. Теперь нашу крышечку нужно подрезать. Для этого нам потребуются ножницы. То есть, мы примерно поняли конструкцию, а так же все и будет. Но теперь нам нужно просто срезать все лишнее. Теперь мы берем, вот так вот пакетик спереди, режем. Режем примерно до, ну, вот так вот, до середины чашки. Здесь у меня где-то вот тоже до середины чашки сделано. Примерно вот так. Подкручиваем немножко внутрь, чтобы она дальше не начинала расходиться. Вот так вот. Несколько раз внутрь подкручиваем. Надеваем на чашечку наш клапачок, получившийся. Теперь, видите, у нас уже хвостики более свободные, потому что мы их подрезали. Что мы делаем теперь? Мы теперь примеряемся, сколько нам нужно оставить хвостика, чтобы нормально завязать эту чашечку. Примерно где-то вот так. Опять делим пополам, чтобы удобнее было завязывать. Смотрим. И все лишнее срезаем. Ну, зачем на такие длинные хвостики? Мы можем взять, завязать... Дальше еще немножко срежем, надеюсь. Мы можем взять, завязать хвостики в узелочек. И у нас останется очень много пакетов. Лишнего. Сейчас я вам покажу. Примерно. Вот, завязываем. Завязываем под ручкой, чтобы лучше держалось. Вот так. Вот ручка. Чтобы под ручкой подвязываем. Теперь смотрим. Хорошо ли оно будет сниматься. Все проверяем. И вот, в общем, все, что лишнее, просто вот так вот срезаем. Ну, с небольшим запасом, чтобы завязать еще один узел. Вот. Теперь еще раз все проверяем. Подкручиваем снизу. Проверяем, чтобы все хорошо одевалось. Даже еще чуть-чуть подрежу здесь. Так удобнее будет. Прежде чем последний раз свинтить наши последние усики, я их вот так вот закручиваю жгутиками. Так они удобнее держатся. И проверяем, потому что здесь, видите, круглая чашка, а здесь она как бы такая, с выемкой. Поэтому здесь надо проверить, чтобы крышечка хорошо снималась. Проверяем, снимается она. Немножко тупо снимается. Поэтому послабее завяжем. Вот, делаем второй узелок. Затягиваем. Вот, получилась крышечка. Опять же, лишнее можно все срезать, все, что осталось от последних узлов. Уже посильнее и потуже завяжем. И хвостики слетаем. Получился колпачок, который надевается на чашечку, вот так очень удобно. И предохраняет ваш чай от высыхания. Можно я проверю, как оно? Я все-таки пользователь. Давай. User Experience. Здравствуйте, уважаемые домовята. Я Игра Глаз. И вот эта вот кружка, я действительно целый месяц уже с ней. Одевать ее, причем не нужно ее натягивать на крышку. Я говорю, может быть, штукенция задизайнила с натягиванием. Но я обычно просто накрываю вот так вот. И оно очень хорошо сидит. Это реально классная вещь. Почему? Потому что блюдечки, они сильно больше бывают. Вообще очень сложно всегда под какую-то емкость подобрать крышку. Практически невозможно. Обычно что я делаю? Я использую для больших кастрюль вот такую пленку. Ну, закрывать кастрюлю. Но ее каждый раз приходится выбрасывать. А эту штуку, ты вот один раз у меня штукенция сделала, и вот я ее использую. Вот. Это очень удобно. Действительно удобно. А какой для чего? А, вот это мой, да? Нет. Вот так. Вот, это вот мой, да? Угу. Да, это сюда. Вот. И первая твоя конструкция, все-таки, мне она больше нравится. Почему? Потому что она плоская. Угу. Присобачить. Просто чем меньше воздуха, тем лучше. Когда мы что-то закрываем. Но в целом, этот колпачок тоже работает. Самое важное, чтобы он не давал, ну, чтобы воздух не выходил влажный, чтобы не сохло ничего. Вот такой реально очень удобный штук. Всем рекомендую. Ну, надо понравиться, все-таки, штукенция, вторую. Первый, первая, на мой взгляд, ты лучше сделала. Первая, она самая лучшая. И вот как она устроена. Смотрите. Тут именно фишка в том, что тут вот угол, уголок. Вот она вот как устроена. То есть тут, если тут штукенция сделала, как бы, шов сверху, то тут она сделала шов сбоку. И точно так же подвязала. Да, вот эта конструкция, на мой взгляд, она лучше. Это как вот iPhone 4, он по форме и по дизайну гораздо лучше, чем iPhone 10. У меня вот 4 iPhone, я его обожаю. Кирпичик мой. Вот, извините, вот следующая модель, она, зато, может быть, кому-то понравится. И вот такой хохолоп, она забавная. Вот, спасибо штукенции большое, что помогла сделать мне такие классные закрывалки для моих пакетиков. Потому что я один пакетик обычно использую там 3-5 раз. Я очень люблю слабый чай, по-немножку. И в итоге вот одного пакетика мне намного хватает, так он не сохнет. Спасибо большое штукенции. И всем тоже рекомендую попробовать такую штуку. Реально классно. А еще можно вопрос? Да. Скажи, а вот что еще можно хранить здесь, например, ну, кроме пакетиков? Можно все хранить. Можно хранить сюда соль. Да, вот, смотрите. Вот, например, вот мы соль так храним. Да, мы их охраним сахар. У нас вот сахар, смотрите. Вот, а это тоже соль. В общем, мы их охраним в таких кружках. Просто мы всегда пьем дома из гигантских кружек. И у нас есть много всяких маленьких чашек, которые, я не знаю, откуда-то достались, появились. Вот, и что мы в этих чашках стандартно храним. Соль, сахар, всякие такие приправы. И вот как раз вот такие крышки, они идеально подходят для того, чтобы это все хранилось. Потому что, еще раз, если керамическое накрывать чем? Во-первых, где-то возьмешь по размеру чашки крышку. Во-вторых, она может упасть и разбиться. Это очень просто. А эти штуки, они вечные. И они абсолютно, это пищевая фигня. Абсолютно не токсичные, полезные. И, в общем, тысячу раз удобнее просто, чем любые крышки. Это реально супер лайфхак. Кажется, что он такой вроде странный, элементарный. Но он на самом деле офигенный. Это лучшее, что можно сделать в плане хранения чего-либо. Спасибо. Спасибо. Друзья, давайте еще раз скажем спасибо штукенции. Давайте, что тебе показать. Спасибо штукенции. А что ты скажешь по поводу вот этой новой конструкции? Я не знаю даже еще. Пока не думала об этом. Мы будем продолжать. Мы вам расскажем про следующие модели. Штукенция поделится. Она у нас главный конструктор. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok